Всем доброго понедельничка! С вами ММО-оппозиционер Иной, а значит на экране Иной Ньюс. В этом выпуске. Astelia Online не Pay2Win. Скандалы, интриги, расследования. Как Pagan Online опоганился на старте? Ashes of Creation. Апокалипсис по выходным. Bless Unleashed. Как заставить труп шевелиться? Перед тем, как мы перейдем к новостям по Astelia, стоит сказать, что компания Nexon, европейский локализатор игры, выставил себя на продажу. Объявленная стоимость 9 миллиардов долларов. Напомню, что Nexon – это крупнейший издатель таких проектов, как MapleStory 1.2, Vindictus, Closers, Tree of Savior и Titanfall. То есть конторка совсем не маленькая. Но что-то в последнее время у нее не залазилось. Среди покупателей наметился китайский магнат Tencent, корейский Kakao и Netmarble, а также американские Electronic Arts. Основатель компании, Ким Чен Чжу, выставил на продажу 98% пакета акций. В связи с этим, издавать проект на территории Европы взялась компания Baronson E&A. Маленькая южнокорейская конторка, которая и занималась до этой парочкой мобильных и клиентских дрочилин. Но вот если проследить, кто они такие, то окажется, что история конторки началась еще в далеком 97-м году. И самым крупным их проектом, в том числе на территории России, была клиентская ММО Last Chaos. Жутчайшая дрочильня, где надо было вырезать по 35 тысяч мобов ради одного очка умений для скиллов. И я сейчас не преувеличиваю. Затем, в 2002 году, они выпускают онлайн-игру Lockheime. В целях сбережения вашей нервной системы, позволят себе не показывать кадры из сия творения. И вот, в 2015 году, компания переобувается на рынке мобильных игр. А уже в 2017-м, выпускает клиентскую MMORPG Astelia Online. Разработчик игры Studio 8, который является ничем иным, как дочерней компанией Baronson E&A. И вот эта самая, восьмая студия, подписывает лицензионное соглашение с компанией GameNet на локализацию проекта в России. А теперь о погоде. Baronson дали небольшое интервью порталу Massively Overpowered, в котором сообщает нам следующее. В течение 2019 года проект Astelia Online ожидает несколько этапов ЗБТ и полный запуск. Раннего доступа к игре не планируется. Распространяться игра будет по модели buy-to-play, то есть купи и играй. Но только не в России! Не забывайте про наш особый путь и духовные скрепы. Большая часть игры будет PvP-ориентирована, а для фанатов PvE предусмотрено несколько данжей, как одиночных, так и групповых. Групповые данжи рассчитаны на 4-х человек, каждый из которых может призвать до 3-х астелей. Итого 16 существ. Система крафта позволит игроку создать свой собственный сет брони на кап-уровне. Но если крафт – это не твой конек, то экономика игры позволит подкопить золотишко и купить этот сет у того, кто любит ковыряться в ткацких станках. Также издатели сообщают, что игра может понравиться тем, кто зарубается в EverQuest или Guild Wars 2. Боже, я надеюсь, это было несерьезно. Ну и в завершении интервью Барнсон сообщает, что в курсе той неприязни к гендерным замкам, который царит на западноевропейских рынках, поэтому решили сделать поблажки по некоторым классам. Как говорится, каждый бабе по мужику, а мужику по бутылке. Объявлена дата следующих бета-уикендов в проекте Ashes of Creation Apocalypse. На сей раз сервера откроют свои двери 24 января в 21 час по московскому времени. Тестирование продлится до 28 января и завершится в 9 утра. По словам локализатора Mail.ru, разработчики планируют проверить стабильность сетевую архитектуры, производительность игровых серверов, работу голосовой связи, а также протестировать одиночные командные режимы Королевской битвы. В прошедшую пятницу стартовала ЗБТ и Пейган Онлайн от компании Wargaming. Да так удачно стартовала, что положила все сервера. Сразу. На официальном сайте игры разработчики выложили следующее послание. Вы не только подожгли наши сервера, но и сожгли их. Нам понадобится намного больше времени, чтобы собрать их воедино. А это значит, что сейчас мы отключим сервера на все выходные. Сейчас компания активно восстанавливает доступ к игре, а тем временем счастливчики, которым удалось зайти хоть ненадолго, делятся впечатлениями на форуме. Большинство людей все еще не понимает, почему они должны в это играть, и чем это отличается от того же Diablo 3 или Breath of Exiles. Разработчики студии Round 8, которые подкрашивают очередной трупик Блэс под названием Unleashed, показали кадры геймплея из консольной версии игры. В данном ролике описываются классы Маг, Берсерк, Рейнджер, Страж и Жрец. Пока неизвестно, будет ли изменена боевка, но студия уже объявила о полевых боссов, чья сила будет скалироваться в зависимости от количества игроков. Ну а мой канал скалируется от ваших лайков и подписок. И говорю вам совершенно точно, фейлов впереди не ожидаю. С вами был Иной, желаю вам легкой недели.